Привет друзья, ставим лайки и поехали! 41-й президент США Джордж Буш на протяжении 10 лет вел анонимную переписку с мальчиком из филиппинской семьи и выступал его спонсором. Буш-старший оказывал помощь ребенку через христианскую благотворительную организацию, которая помогает детям из бедных семей по всему миру. На протяжении 10 лет бывший президент США оплачивал образование Тимоти, его внеклассные занятия и даже питание. Организация передала журналистам часть писем, которые Буш-старший отправлял мальчику. Вот что высокопоставленный чиновник писал филиппинскому мальчику. «Дорогой Тимоти, я хотел бы стать твоим новым другом по переписке. Мне 77 лет, но я люблю детей. Хотя мы никогда не встречались, ты мне уже нравишься. Я живу в Техасе, я буду писать тебе время от времени. Удачи!» Как все началось? Идея поддерживать ребенка пришла Бушу в голову в 2001 году, когда он посетил рождественский концерт в Вашингтоне. Первое письмо Буш отправил Тимоти 24 января 2002 года. Музыканты были в основном христианами, они обратились к людям с вопросом, не хотят ли те спонсировать детей. Внезапно мистер Буш, который сидел недалеко от сцены в окружении охранников, поднял руку и попросил брошюру, рассказал ОС Стаффорд, бывший президент благотворительной организации. По словам Стаффорда, служба безопасности президента всполошилась. Сотрудники администрации понятия не имели о содержании брошюры и не успели проверить подлинность информации, но это не остановило Буша. Его люди позвонили мне и сказали, если он собирается спонсировать этого ребенка, мы должны убедиться, что тот не узнает, кто его спонсор. Поэтому все письма Тимоти подписаны «Джордж Уокер», говорит Стаффорд. Такие меры предосторожности нужны были, чтобы обезопасить самого Тимоти. Он не должен был стать мишенью для разного рода преступников, которые могли узнать, что мальчик общается с президентом США. Хранить секрет было нелегко. В целях безопасности Стаффорду приходилось перечитывать все письма, которое писал Буш-старший. «Его послания были самыми милыми и искренними из всех, которые я когда-либо видел от спонсора. Но он продолжал давать подсказки мальчику, кем он может быть», – говорит Стаффорд. «Первый раз Буш-старший нарушил протокол, когда прислал Тимоти фото своей собаки. Это наша собака», – пишет Буш. «Ее зовут Сэдди. Она знакома со многими известными людьми». «Она очень хорошая, родом из Англии, ловит мышей и белок и бегает со скоростью ветра». Джи Уокер. Бывший президент также упомянул, что его не один раз приглашали на празднование Рождества в Белый дом. Хотя ему не разрешалось отправлять мальчику подарки, Буш все равно делал это. Особенно после того, как обнаружил, что его подопечный любит рисовать. Тимоти прислал ему свой рисунок и сказал, что очень любит рисовать. После этого президент отправил мальчику карандаши, бумагу и краски, рассказывает Стаффорд. Вот как мальчик ответил президенту США. «Как вы поживаете? Надеюсь, с вами все в порядке. Спасибо, что не забываете обо мне. Вы так добры». «Бог так милостив к нам. Он дал нам тело, так что мы можем пойти куда угодно. Спасибо огромное вам за подарок. Он мне очень понравился». Тимоти так и не узнал, кто был его спонсором, пока не вышел из благотворительной программы в 17 лет. Джордж Буш умер на 94-м году жизни. Джордж Буш-старший был 41-м американским президентом и 43-м вице-президентом при Рональде Рейгане. Старшим его стали называть, чтобы избежать путаницы, так как его сын Джордж Буш-младший в 2001 году стал 43-м президентом США. Известно, что в апреле на 93-м году жизни скончалась супруга Джорджа Буша-старшего Барбара Буш. Они прожили в браке много лет. Какое впечатление произвела на вас эта история? Напишите нам в комментариях. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Астроум на страничке в Инстаграм и Фейсбук, ссылки в описании.